Риторика вокруг белорусско-российской границы одна из резонансных тем недели и безусловно ожидаемых тем большого разговора с президентом. Наш корреспондент Анастасия Бут на неделю отправилась из Орши в Смоленск, чтобы все увидеть собственными глазами и услышать, о чем же говорят белорусы и россияне. Пограничную зону создадут в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Одна нога здесь, другая там. Сейчас мы находимся на границе. На грани споров и разногласий между Белоруссией и Россией. Сейчас на этом участке ничего не изменилось, но уже к 7 февраля, если верить заявлениям официальной Москвы, здесь появятся и шлагбаум, и пограничники. И при Советском Союзе еще с поезда пешком ходили у Заольша Белоруссия, а в стае ходили, кто работал в Витебске, приезжали на поезде, ходили в стае по этой тропеде. Но я смотрю, она протоптанная сегодня. Ну вот, может кто не подъехали, вот и ходят пешком на стае. Белорус Николай Пашков уверен, эту проторенную дорожку местные не забудут. Хотя, по идее, теперь в Россию нужно ходить через КПП, а это лишних пару километров. Или же всегда носить с собой паспорт. Россиянин Василий Голубев и вовсе с работы домой ездит через Беларусь. Хотя и живет, и трудится в Российской Федерации. Говорит, дорога здесь лучше, и за нашими продуктами заехать можно. Я как езжу постоянно, я вот четвертый год в охране работаю, и поэтому я почти практически сюда все время езжу, и проблем нет. А со стороны Белоруссии во всем пограничнику нет белорусских ничего. Только наши, и то наши пограничники российские, если мы едем в сторону России, они нас останавливают. А если в сторону Белоруссии, нет. Беларусь не собирается отгораживаться от России, ставить пограничные столбы или усиливать контроль на границе. Понятие пограничная зона и приграничная территория, как с точки зрения белорусского, так и российского законодательства, не является тождественным. За разъяснениями о порядке въезда, входа и пребывания в пограничную зону Российской Федерации, следует обращаться в пограничную службу ФСБ Российской Федерации. Будоражит вопрос создания пограничной зоны и простых россиян. Люди пока не знают, что можно ожидать от такого нововведения. Конечно, слышали, естественно, есть, в кавычках, негативные к этому всего отношения, потому что это будет все затруднено в наших всех взаимоотношениях. Не в политическом плане, а в плане морального сотрудничества. Это просто будет определенная очередь, это будет больше проблем не у россиян, а у Белоруссии, потому что пойдет отток. Мы можем каждую субботу сюда приезжать, а сейчас, конечно, мы подумаем, что будет. Нам, во-первых, проблемно это что-то оформить будет, в очереди отстоять. Ведь мы тоже иногда, бывает, как берем с работы за свой счет, там и едешь, чтобы поменьше народу. И все же прогнозы утешительные. На белорусах и россиянах новый порядок никак не отразится. А нарушители из других стран – это уже совсем другая история, с которой всегда боролись по обе стороны границы. Где на неделе побывали Анастасия Бут и Сергей Ковалкин.